Итак, друзья, у меня есть несколько слайдов, я планирую вам их показать, раз уж вы пришли. И в этот раз мы душним о том, как выглядит ролевое заобщество с точки зрения дженера ПГРУ, просто потому что у меня есть дженер ПГРУ, его можно потрясти, и из него случайно вывалится семинар. У нас есть дженер ПГРУ. Если вдруг вы не знаете, кто я такая, я профессиональная душа Нила, я душню на всех ролевых конвентах, и также я душню за деньги на работе. Есть ли в аудитории люди, которые не были на моем мероприятии в прошлом году? Поднимите руку, что ли. Для этих людей я буду делать сейчас некоторое вводное слово, которое я уже делала в прошлом году. Пожалуйста, немножко потерпите. На чем основана моя лекция? Это база заявок дженера ПГРУ. Кроме, собственно, данных базы заявок, к ней подключена Яндекс.Метрика. Это такая штука, которая в автоматизированном режиме собирает данные о поведении пользователей. И на каких-то неизвестных нам моделях Яндекса строят предположения о том, кто они такие, и какие у них есть качества, на том, как данные дженера ПГРУ были как-то оформлены в тоже Яндекс сервисе DataLens. Немножечко на статистике наших почтовых рассылок. Ну, и у нас еще есть «Когда игра». Ей я посвящу буквально немножечко слов в самом конце семинара, если успею. Просто потому что я всегда показываю данные «Когда игры». Люди почему-то очень любят на них смотреть, любят придавать им какое-то значение. Мне не жалко их показать. Но я сейчас объясню, почему значение им придавать не нужно. Итак, во-первых, не стоит никогда делать слишком серьезных выводов на ограниченных данных. В дженере ПГРУ, когда игра «Суперограниченные данные», у них есть важнейшие особенности, о которых я сейчас очень коротко пробегусь. Во-первых, почему-то не все люди пользуются нашей базой заявок. Вообще не все люди пользуются базами заявок, когда делают свои ролевые игры. Многие принимают заявки в личку ВКонтакте, специальное сообщество отдела «Тайн» и тому подобное. Плюс то, как люди, которые пользуются базами заявок, очень сильно отличаются от мастерской группы к мастерской группе. Очень много каких-то своих байплайнов, каких-то своих соображений о том, что удобно, что неудобно. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все пользовались нашей базой так же, как пользуемся мы. Там обновляли сетку ролей, регулярно обсуждали с игроками все по комментариям, а не по личкам. Но это такое visual-seeking. Мне бы, конечно, хотелось, но так не будет. И о том, как люди отходят или наоборот пользуются паттернами, которыми пользуемся мы, я тоже сегодня поговорю. Когда я играю, это большая таблица-календарь, суперпростая, но, к сожалению, как всякий календарь, она очень сильно зависит от того, как работают редактора. Там поменялся алгоритм поиска ВКонтакте, и больше мы не можем найти много игр. Или зачем-то в один год два редактора из двух завели детей, и как бы все, качество поиска игр упало. Это все мешает. Купить с тем, что ли, не очень обязательно доносит до туда обновление. Тому, чтобы на основании, когда игры, можно было делать какие-то серьезные выводы о том, как, например, перепроизводство игр. Вот, смотрите, график. График красивый, не вопрос. Я тоже очень люблю показывать графики. Тем не менее, это все just for fun. И то, что я буду рассказывать и спекулировать, это тоже просто, потому что я вбисла подвести данные, вывести из них какие-то графики и попробовать сделать на них выводы. Пожалуйста, относитесь к этому сумеренной долей скепсиса. Цифры настоящие, выводы на их основе можно сделать абсолютно неверные. Пару слов про GENRPG. Наша база заявок существует с 2015 года, когда мы съехали от родителей в лице ЛМРПГ. И с нашими дорогими товарищами Айкой, Лео и Шико занялись своей базой. За это время, на самом деле, мы провели довольно... Точнее, с нашим помощью было проведено довольно много игр. Мы начали с своего проекта, который прошел в 2016 году. Это была игра с 15 марта, в Век разума. И с тех пор уже прошло больше 750 проектов. Вот за эти... Блин, сколько получилось? Семь лет написано. Семь лет. Да? О, я написала семь лет. А их там ходить. Пару лет назад. Совсем недавно. Да, да, да. Да, да, да. А мои дети еще маленькие. Особенно старшие. Видите, что эти семь лет, на самом деле, девять. Столбиком девять. Потому что девять столбиков. Потому что первый не считается, последний не считается. Да, да, да. Все так. То есть, как фактируйте можно. Скучьте, вот он еще и идет. Потому что год к проекту мы привязываем по его последней активности, когда строим этот средств данных. В прошлом году я показывала вот такой вот график. Это активный использователь по данной метрике на 2021-2022 год. Я дико прошу прощения. С тех пор прошел год, но я так не научилась делать метрики красивой читаемой графики. Может быть, кто-то это умеет. Я не умею и так и не научилась. В прошлом году мы немножко приуныли. А что такое сплошная и... А вот, я как и не научилась делать хорошие графики, поэтому ты такой вот метрик построила. Вот пункт пирчик — это 21-й, а ровный — это 22-й. А я, кстати, набрала, это не наша игра. Как и что-то другое. Но там действительно где-то была наша игра в 22-м году. А в 21-м там... А, это Шедуран! И в целом график того, как часто люди ходят на джойн-рпг, довольно сильно зависит от того, как они мастерят игры, и когда игры, которые проходят на джойне, вообще будут проходить. В этом году метрика нанесла мне коварный удар. Она поменяла интерфейс графика. Но его больше нельзя хорошо сравнить с 22-м годом. Но если посмотреть на абсолютные числа, вот видно, что среднее число посещений, оно откатилось обратно примерно к уровню 21-го года, относительно подвыпавшего из ролевой жизни 22-го. и вернулось вот на какие-то вот такие вот пики, когда видно, что какие-то игры проходили. Но у этого графика, хотя я ненавижу людей, которые поменяли дизайн, есть плюс. На нем теперь хорошо, но не на этом экране, видны выходные дни. Они вот такие вот нежно-розовенькие против фиолетовых. И видно, что ролевики вообще-то не очень любят работать над играми или готовятся к ним по выходным. Для этого рабочие дни. Разумеется? Закладно. Прикольно. По этому поводу есть другой график, тоже связанный с посещениями. Яндекс.Метрика считает тип устройства, с которого люди ходили. Ну и тоже раскладывают их по дням года. В 23-м году, как и в прошлом году, люди в основном ходят с смартфоном. Если здесь есть мастера, и вы как-то дали бы пишете своим игрокам, подумайте о том, что если вы присылаете им в комментарии картинку 1000 на 1000, они посмотрят ее, скорее всего, бот с такого экрана и подумают о вас. Наверное, что-то хорошее. Но в целом видно, что люди неравномерно ходят в течение года с одних и тех же устройств. Вот зимой почему-то много ходили с смартфона. Может быть, это был компон. А вот здесь вот видите, вот этот интересный пик, а это заявки на Павио. И все открыли свои телефоны. Кстати, когда вы делаете форму заявки, тоже подумайте об этом. И такие быстренько, подать. Да поскорее. Это все немножечко странно, потому что по сравнению с 22-м годом паттерн довольно сильно поменялся. Когда я делала презентацию в прошлом году, мое предположение было очень четким. Вот у нас есть вот это вот время, зимнее. Мы в него работаем над игрой. Абсолютно логично, что мы делаем это с компьютера. Потому что мы хотим писать много текстов и как-то сложным образом взаимодействовать с базой. Это не телефон, на котором быстро можно нажать отклонить заявку. А ну вот, естественно, летом, вот это, наконец, наша игра, можно уже там с телефона что-то быстро посмотреть, уточнить какие-то вводные, посмотреть, что тебе реально согласовали по ТТХ, говорить, вот смотри, твой сам мастер мне это согласовал вот здесь. Но, как только мы переходим к 23-му году, мы выясним, что паттерн поменялся. Люди в среднем в течение года, не только в активный период игр, но и зимой, гораздо чаще заходили со смартфонов, а не с стационарных компьютеров. Может быть, тут, конечно, есть какая-то вина в том, что на работе их стали строжить больше. И больше нельзя это делать в рабочее время с рабочего устройства. Мы обнимаем тебя занес. Но, тем не менее, факт остается факт, что брелевики стали взаимодействовать с Джоином немножечко иначе при сохранении примерно тех же пропорций. Большинство нашей аудитории приходят практически каждый день. Ну, хотя бы раз в 2-3 дня. Я, по данным ярко-цинметрике, я, честно говоря, думаю, что это в основном мастера. Особенность вот та вот треть, которая заходит каждый день. И тут довольно прикольно видно, что вот здесь вот в 22-м году, это, кстати, год, когда мы делали свою игру, а мы очень строжны всех, чтобы они пользовались Джоином, прям выраженный пик в середине игрового сезона, когда число людей, которые заходят каждый день, там, не знаю, может быть, нажимают F5, вы говорите, мы вводные уже или нет. Пишут комментарии, где же моя вводная. Оно прям лавинообразно растет относительно всех других времен года. Слушай, а это заходы или люди? То есть какой процент заходов приходится на людей, которые приходят как-то? Это заходы их патрон, по-моему. По-моему, это не люди. Ну, было логично, да. Да. Хотя, слушай, фиг знает, по сумме больше похоже на людей. На людей похоже по сумме, потому что заходов были там тысячи, когда я показал по сумме человек. Ну, как? В целом, 300 людей, которые в сезон зашли. Это лишь там всего две игры. Я думаю, что большая часть графика просто генерится мастерами. Ну, да, очень похоже на браво. Если это было бы для вас, или просто открытая вкладка на колье, и она открыта, и все. Да, да, и все. Если ты пишешь, и ты отвечаешь, это может быть не так же, как в мессенджере, когда ты мгновенно отвечаешь. Типа, тебе пришла обивка в почту, что там тебе что-то написали в заявку, ты заходишь, как бы, и когда пришлось письмо. Если это заходы, то понятно. Если люди, то непонятно. Слушай, к сожалению, яндекс-метрика традиционно не подписывает оси, а я не обратила внимания, что конкретно на этом графике. А почему вы пользуетесь яндекс-метрикой, а не гугл-метрикой? Потому что. Так и стаище сложилось, у нас везде стоит яндекс-метрик. У яндекс-метрики хорошая интеграция с даталенцем, как у яндекс. А мы вообще сидим на яндекс-ком. А, понятно. Теперь, да. Еще по джойну можно посмотреть, как игроки заявляются на игры, и с них сливаются. В целом, есть некоторая конверсия из заявки в роль в сетке. Вот тут вот это я делала сама, я подписалась. Внизу, вот это обе шкалы логарифмические, потому что специально для Молидеуса добавлены супербольшие игры, которых у нас мало, и на линейной шкале они просто вылетели в бок, было бы ничего не видно. Внизу количество ролей сетки в момент проведения проекта. по оси Y, сколько у нее было заявок всего суммарно. И, в целом, можно посчитать, сколько нужно заявок для того, чтобы заполнить сетку до конца. Это будет иметь примерно такой вид, вот здесь по оси Y поменялся показатель, теперь это число заявок, отношение числа роли к числу заявок. Очень прикольное распределение, мне сразу хочется наложить на него какую-нибудь кривую, например, симптоту. Я вообще вижу распределение, накладываю кривую без рефлексии. И можно посчитать среднее число заявок на одну роль, среднее число заявок по годам, видно, что оно примерно одинаковое. Это, кстати говоря, полная херня. Потому что она не соответствует тому, как люди реально работают с сеткой ролей. Я бы, конечно, хотела, чтобы все работали как мы, и после того, что проект проводят, приводили сетку ролей к тому виду, который фактически был напрегонен. Реальность такова, что почти треть игр этого не делает. У них остается в сетке ролей больше персонажей, чем к ним приехало игроков. Теоретически можно провести с этими данными какие-то преобразования, что-то еще посчитать, посмотреть еще какие-то вещи, которые, может быть, нам скажут, позволят отделить заехавшие заявки от заявок добрых намерений. Но фактически на это времени нет, а мастера достаточно хорошо работают со своими сетками ролей. Не могли бы они работают получше. Довольно интересный вопрос. Каким образом люди вообще оказываются в нашей базе заявок и заявляются на игры или работают с персонажами? Как оказываются люди, на когда игре, можно узнать по этой ссылке. Я потом повторю этот QR-код. И основная часть трафика, который к нам приходит, это ВКонтакте. Половина трафика, который приходит на Джоин.кпг, приходит по ссылке, размещенной в ВКонтакте. Это, понятное дело, всевозможные сообщества игр, которые публикуют какие-то обновления, что-то еще. Кстати, если вы не знали, то на Джоине есть возможность сделать универсальную ссылку на заявку на ваш проект, которая перекинет вас, вашего игрока или в его заявку, или в форму, чтобы заявиться, если он еще не подавал. Еще есть замечательные люди, которые приходят просто по прямой ссылке. Ну, это точно мастера. Это примерно 15-16% заходов. Есть и пожилые игроки, такое явление в почете Яндекс.Метрики, как долгие сессии. Это когда ты зашел, что-то там делал, потом отвлекся, Метрика тебя потеряла, потом снова нашла, и вот не очень уверена, откуда ты явился. Видно, что у тебя большая сессия, пока ты ходил, пока отвлекался. и она пересчитывает визит заново. И, в общем, это тоже точно, мне кажется, мастера, которые... господи, а что мне им заявки-то ответить? Или игроки, которые открыли форму заявки, казали, ух, йо, не переключились на другой этап. Моя теория, что такие формы заявки, которые ты открываешь, и если не нравится, ты их закрываешь. Я вообще редкость... И больше никогда туда не заходишь. Есть разумный вопрос. А где переходы из почты? Ну, или искать у них каких-нибудь других уважаемых источников или телеграм-каналов, потому что многие мастерские группы в контакты переносят свои новостные взаимодействия с игроками в телегу. Во-первых, телега занимает 0,73% переходов. Переходите себе листить. E-mail с точки зрения метрики беззакно оказались спрятаны в переходах с внешних сайтов. Туда же спрятаны переходы с вещей типа сайта Комкона или Когда Игры. И они занимают реально не очень большой процент в порядке канунесу. 4,5% приходят так или иначе ссылки по e-mail. Это на самом деле для нас довольно... Что? Короче, у тебя не нарисовано, да? Сколько людей приходят с e-mail? Они вот, опять, на эти 5,5% и почти процентов переходы с больших сайтов типа Когда Игры и Комкона. А, то есть ты не знаешь, кто приходит с e-mail? Ну, знаю. Меньше 5,5%. Меньше 4,5%. Но это интереснее, на самом деле, сколько приходят с e-mail если у нас людей приходят с 3 грамма. Ну ладно, хорошо. Больше. Больше, больше. Просто очень мелкие доли. Я не стала мельчить, потому что это, ну, интересно, мне больше никому не интересно. Это довольно грустно, потому что мы, вообще-то, очень много информируем именно по e-mail. есть статистика с e-mail. Есть статистика с e-mail.com, которая показывает, сколько писем наш почтовый сервис отправляет по разным поводам. Это статистика за 23-й год. И, в целом, тоже, здесь тоже видны некоторые паттерны работы, потому что о новых заявках летят комментарии, о комментариях мастеров летят тоже письма на почту и так далее. В общем, если что-то надо делать, мы подумаем об этом, потому что, в целом, это немножечко тревожище. Разумеется, хочется, чтобы люди информировались, а чтобы оно не улетало куда-то в молоко. А вы можете отфильтровать просто оповещение о статусах? Потому что, мне кажется, очень много же в рассылке идет статус, что заявка принята, или заявка перед на таком мастере. Это, на самом деле, тоже полезная информация. Тут дело не в том, что мы хотим понизить число e-mail, которые отправляет жюнер в ПГ. Хочется, чтобы e-mail, которые являются actionable, которые вызывают игрока что-то делать, они не оставались валяться где-то среди неразобранного, а приводили к тому, что человек кликает на ссылку и переходит. Я поздеваю, что очень многие люди получают e-mail в одно время, а готовы что-то реально делать в другое. Поэтому, там, грубо говоря, e-mail закрывается, дело, например, в лучшем случае записывается в календарь или в тодулист. Можно, возможно. Я практикую zero-инбокс. Напомню, мне можно UTM-метки приклеить на написание, потому что это такое реально... либо просто, ну, как по себе сужу, я вижу e-mail, но я иду на джек. Не открываешь его? Песьма коварно. Я понимаю, о чем он. Мне надо туда, я просто в браузер иду, и там уже... Смотри, какая я слышу. Это просто не кликают ссылки, да? Да, да. Ну, просто перестань пользоваться почтой вообще. Ты смотришь почту... Не работаю в браузере. Нет, ты смотришь почту на телефоне, отвечаешь в браузере и на компьютере. Это, кстати, тоже правда. Тебе почты там запускают, что было еще сообщение, Важный момент. Да, да, да. Смотришь почту. У нас в лесу уйдешь, заявка. В конце остается время, к этому и вернемся. У меня осталось за 4 минуты. Так вот, теперь перейдем к тому, что вообще-то у нас есть довольно много полезных фич, и мы ожидаем, что люди будут взаимодействовать с базой заявок не только формальным образом, для пересчета игроков, но и пользоваться какими-то инструментами, которые облегчают работу мастера и делают заводействие более прозрачным. По этому поводу у нас были семинары в предыдущие года, для них выложены презентации. Вы, если хотите, можете посмотреть, как мы в целом видим полезные фичи, которые должны мастерам помогать. Но пользуясь ли мастера ими реальны. Это тревожащий вопрос, особенно когда ты сама ездишь на игры, потому что там не хера. И в целом ответ на этот вопрос может дать такая статистика, как страница выхода. Это в метрике такая точка, которая засекает, с какой страницы пользователь перестал взаимодействовать с сайтом и ушел. Я предполагаю, что это вообще хорошая точка для того, чтобы понять, какая конкретная игра пользователя на сайт привела. Потому что, несмотря на то, что есть люди, которые многостаночники, и все в жизни успевают в мастерских группах, в среднем люди приходят для того, чтобы работать с чем-то конкретным. Они или мастера, или игроки, и зашли по какой-то причине. Давайте теперь немножечко погадаем по этому графику. Вот это вот желтенькое, оно вот такое вот все очень ровно-менькое. Здесь я не призываю вас гадать, это наш пьесный проект OpenGamer, он сериал, идет давно, генерит довольно много в абсолютном выражении, но довольно без пиков трафика. Когда это сервис-вэр, там есть сотни комментариев заявок. О! Нет, там у тебя вот было двумя, я сейчас вообще не соглашусь. Да. Да, это вот. Как думать, что это вот эта красненькая? Это павия. Да, я вот уже говорю, это павия, и открытие на нее приема заявок. Голубенькое, вот оно вот, вот имеет вот здесь вот пик, и вот здесь вот пик. Это что-то... Из-за чего? Это что-то, что закончилось... Что было летом, да. Да, это... ГД. Нет, это подыха заявок. Я думаю, что на самом деле тут нет наших коллег Минска. Это белорусские играли, молодцы на исцеление. Она была супер спрессована по работе, вот они открывают прием заявок, он вот здесь вот виден, а вот этот вот, это непосредственно день перед игрой, когда снова пикло вырастает. При этом я хочу отметить, что Ведьмак цена и испытывание маленькая игра. Там всего 100 игроков. Запомните этот фан-факт, потому что он потребуется вам в четырех остальных пунктах. Тиолетовенькая. Тут я тоже... Что-то там, майские. Не думаю, что есть шанс, что вы угадаете. Это маленькая, ну как маленькая, на 100 игроков, отменившаяся в 2023-м игра. Вот примерно вот здесь вот Fallout Юта написал, что у нас игроков мало. И перенесся на 24-й год. Но я вообще пыталась найти момент, когда они начали активно принимать заявки, и я не смогла найти его на метрике. Мне что-то пошло не так гораздо раньше, чем они приняли решение об отмене. Вот эта тут беженькая, с одним пиком где-то в районе конца июля, вы наверняка сможете, точнее, вы могли бы угадать. Вот один пик, потом все пошло вниз, и второго пика на графике нет. Это не Юрусалим. Юрусалима, кстати, на этом графике нет. Это их звездный час. Они прошли, как могла бы верно заметить Клэрн, в 2024-м году на графику, поэтому пик непосредственно игры не попал, а попало только открытие приемных заявок. Вот эти вот люди, которые красненький график, они делают мне очень грустно. Они, с одной стороны, очевидно, пользовались базой заявок, с другой стороны, может быть, здесь есть игроки, которые были на банке со светлячками. Там точно была работа. Нет, нет, нет. После заявки от Join RPG пришла ссылка на Google-форму с теми же самыми вопросами. Блин, ну это видим. А, боже! И нельзя говорить, что это разработчик, что это слишком больно. И вот есть еще одна игра, у которой прям выраженный пик летом. Гораздо более выраженный, чем у банка со светлячками. Это «Луна в ладонях». Видно, что они старались. Они, кстати, больше, чем минская игра по Ведьмаку. Но видно, что они пользовались базой, но что-то как-то не на все деньги. Совсем не на все. Я так и не научилась работать со сюжетным блоком вообще. Нет, там было дофига комментариев. Ну, видно, что коммуницировали, но не так интенсивно, как ребята, которые делали «Минские ведьмаки». Так, будем дальше. Некая усоединенная статистика по всем годам. Тут меня одна моя подруга, которая не пришла сейчас, но ничего, я всегда расскажу вам. Спросила, правда ли основная часть заяв приходит в первый месяц игры. Вот он, первый месяц. И зависит от того, насколько много у вас будет заяв в конечном счете, на первый месяц приходится большая или меньшая часть от конечного числа заявившихся. Тут график немножечко колбасит, потому что выведена средняя. А можно объявить? Красный и синий — это что? Вот тут… Тут вас не видно. Да. Голубая — это маленькие игры до 150 итоговых заявок. Не игроков, именно заявок, которые были получены. То есть это, скорее всего, игры порядка 100 и меньше. И красная линия — это 150+. И тут можно уверенно сказать, что маленькие игры супербыстро набирают свою аудиторию. Порядка половины игроков приходит в первый же месяц. Надо бы этот график сделать еще не только по заявкам, но и по тем заявкам, которые, кстати, приехали на игры. Да, был бы кто-то использовался блоком регистрации. Не-не-не, ну, смотри, по тем заявкам, которые остались приняты к концу. Да, 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 так тоже можно сделать. И ты знаешь, что ты за это не сделал. Маленькие игры набирают свою аудиторию супербыстро. Я думаю, все знакомы с этим чудесным эффектом, когда ты только встал. А если короле уже занято. У больших игр примерно к третьему месяцу от начала приема заявок набрано, ну, условно, больших. Я понимаю, что я спит, а мне 150 уже большая. Примерно к третьему месяцу от начала приема заявок набрано, вот, примерно половина от того, сколько в итоге в них заявится. Это статистика за все время существования, потому что у нас очень разного размера были проекты, и не каждый год бывают большие. Работают ли мастера в заявках с комментариями активно? Нет. Это статистика за 23-й год, и в среднем мастера оставляют порядка двух-пяти комментариев, и я думаю, что значимая часть этих комментариев это спасибо за твою заявку, спасибо за переведенный взнос. Очень тебя ждем. Но тут как бы исключительно добрая воля мастеров, если они не хотят общаться в комментариях, хотят общаться в каком-то другом месте, что же мы поделаем? Другая важная для меня фича это сбор взносов, потому что однажды у нашей мастерской группы была такая история, когда мы еще не пользовались, точнее, нет, мы уже пользовались с сбором взносов, но еще не всех мастеров заставили все время отмечать. И у нас регулярно случались темы с тем, что взнос куда-то потерялся, потому что его сдавали наличными на конвенте и так далее. К сожалению, для того, чтобы нормально посчитать график приема платежей, нужно знать, когда игра будет проходить. Мы сделали такую временную версию, которая показывает аналогично тому, как я показывала набор заявок от графика доли собранной суммы, от конечной, которая будет отмечена, по месяцам от начала приема. И тут в целом видно, что чем маленькие проекты до 300 игроков они собирают деньги немножечко побыстрее, но это в целом все довольно большая спекуляция, потому что люди открывают прием взносов за разное время до начала игры и до тех пор, пока мы не понимаем, в какую дату должен был проходить проект, нет возможности посчитать настоящий график приема взносов и скорости наполнения матерской матерской казны. А что это вообще за график? То есть это кумулятивная дата не кумулятивная чрезвычайна кумулятивная дата просто она усредненная поэтому ломанная. Помнишь, поговорила, что сквель не умеет медианы? На понимание здесь только игры или конвента тоже? Конвента тоже не отфильтровывали. Это конвент. Ну потому что у конвента собираем 100% Во-первых, конвентов у нас СИ. Все, кто приехал? Нет, и все, кто заявился. Нет, не всех. Ну на конвент заявляется просто как бы человек, заявившись на конвент. На конвент СИ доезжаемость выше, но сбор взносов отнюдь не 100% от заявок. это да. Примерно 2 из 5 игр пользуются блоком сбор взносов. Я надеюсь, что они пользуются им хорошо, а не отправьте смс-мастеру на короткий номер, а потом еще сходите в заявку отметьте, потому что у мастера ручек нет, и он подтвердить вашу отметку не сможет. Моя любимая рубрика средний ролевик. Тут уместно сказать, что на JoinRFD проходит примерно каждая третья игра, если вам вдруг интересно. Насколько обосновлены мои предположения о среднем ролевике? Когда игры? Когда игры? Я думаю, что аудитория JoinRFD довольно хорошо показывает тот срез тусовки, который ассоциирован с Камконом, играми ЛВН, то, что некоторые люди презрительно называют ролевым инстрим. Это чистое мое предположение, потому что в целом никаких фактов, говорящих в пользу этого нет, но я думаю, что удобно из него исходить, потому что это у меня хорошо в данные ложится, почему бы и нет. В целом на JoinRFD порядка 19 тысяч небольших уникальных пользователей, они не очень ровно распределены по годам. На левом графике я вывела сколько пользователей имели хотя бы одну заявку на проект соответствующего года, и получается, что в среднем порядка 5-6 тысяч пользователей, которые на что-то планировали поехать, не факт, что поехали, но планировали, каждый год у нас есть. Это, кстати, хорошо бьется с цифрой, которую я показывала на своем семинаре 19-го года, когда я пересчитывала всех ролевиков. Цифра, которая показывала конковскую тусовку, мейнстримную тусовку. Пол и возраст абсолютно не изменились с прошлого года, все еще пользователи Джойна умеренные старперы, и примерно в равной пропорции мальчики и девочки. На эту пропорцию довольно сильно влияет, есть ли у нас в этом году текстолитовый тысячник, потому что больше текстолитовых тысячников, больше мальчиков. То есть молодых мальчиков количество китайцев еще не влияет. Величивает число девочек, но их не очень много, так спасаемся. Китайцы маленькие по количеству людей, а тысячи никогда тысячи новых. Зато сколько их? Важнейший вопрос. Каким образом на жизнь ролевика влияет его возраст? Ученые установили, что время, в которое человек думает о ролевых играх, неважно мастерит или играет, тут невозможно отличить. Очень зависит от годов. Как только у вас появляется работа, все равно практически не зависит. Зависит. Нормально зависит. все нормально. Здесь все хорошо. Помните этот график, где по выходным люди меньше думали о ролевых играх? Да-да, рабочее время думает тоже лучше. В конце концов, это оплачиваемое время. Не думаю, что для вас дарабы, ты хочешь... Обмана тоже нет на графике. Непримерно Альзак подумает в течение дня. И ночи. Кроме ночи не обмана. Посмотри, оно явно отличается больше, на двигательный интервал. Как проснулись, а потом думают, а ребят игры до самого вечера? Но как за тебе 25+, ты уже ночью не можешь. Вечером нести землевые игры, как раньше? А вы тоже занимаетесь незначительной. Спекуляция надо. А я предупреждала, что я буду спекулировать, потому что это весело. А на самом деле здесь еще нужны мальчики и девочки. Да, в этом было в прошлом году, я не стала повторяться, девочки все еще гораздо более работящие. очень мало. И тут есть такая тема с регистрациями несовершеннолетних. Всех обычно регистрируют родители, и с точки зрения метрики они не являются несовершеннолетними. А мы в целом никаких особых данных о пользователях в том, что касается их возраста, сами не собираем. Не секрет, что большая часть наших пользователей из России так достаточно сложилась. Но довольно забавно, что на этом графике мы можем примерно прикинуть, какая доля нашей шутцовки уехала из России, но продолжает с нами активно тусить, приезжать на игры и так далее. Это тоже чистое спопуляция, но по этому распределению получается, что ориентировочно каждый 20-й... Каждый 20-й Белоруссии меньше. В этом году Ведьмак от наших низких коллег по хобби дал довольно заметный рост трафика из Белоруссии, но вот до 22-го года вот этого возрастания трафика из-за рубежа фактически не было. Было 96% из России еще по мелочи, может быть, это частично цеплялся метод КВПН. Нидерланды? два процента превратились в шесть с половиной? Нет, нет, нет. Ну, да, да, можно так сказать. Ну, нет, в целом вот здесь опять хорошо видна в этот момент, когда Белорусси проводили свою игру вот она вот желтенькая. И я не знаю, какая игра была в мае и привлекла внимание наших друзей из Тбилиси, вот она вот тоже немножечко возрастает, трафик, но, вероятно, на что-то они заявлялись и что-то им было интересно. А этот, а конвент дебилисский в мае же, по-моему, он не у нас, он не у вас, не у нас. Я просто не знаю, но... Очень смущает от третьего из Ти Нидерланды, я вам предположил, что это ВПН. Возможно. Возможно. У нас очень много просто ролевиков в Нидерландах, что вы как-то... А еще в Нидерландах каждый второй ВПН. Конечно. На самом деле... Нидерланды, вот эта вот вся вот эта вот группа, она дает примерно одинаковый процент, и вот эта вот группа Грузия, Германия, Казахстан, Сербия, Армения, она появляется с 22-23 года. До этого ее нет. А Нидерланды, да, это почти наверняка ВПН. То есть ребята там тоже есть, но, по-моему, они все ездят. Очень мало, очень мало. Да. Хотят ли ролевики вообще с вами поговорить? Во-первых, рекламная пауза. Если вы не знали... С кем? С мастерами. Друг другом. Если вы не знали, то в публикации сюжетов можно создать автоматически генерируемый список всех контактов локации, ну, вот так вот, как он задан в профиле. То есть все, что заполнено в профиле, туда подгрузится, и игроки будут смотреть и легко находить своих товарищей по локации. Плюс игрок может самостоятельно опубликовать свой контакт в профиле. Сейчас у нас эта галочка стоит для всех зарегистрированных пользователей. По умолчанию ее нужно, наоборот, снимать, а не осознанно ставить. Но, с моей точки зрения, фишка, что можно расшаривать полные контакты, включая телеграмму и так далее, гораздо удобнее, потому что у людей возникают довольно разные беспокойства о том, как выглядит их правильность. И не стоит на это надеяться. Следует расшаривать их контакты друг с другом принудительно. Там много всяких разных опций. Если вы даже не публикуете сюжеты, подумайте о том, чтобы опубликовать только контакты конкретных локаций. Это, ну, просто удобно. И они автоматические. Их не нужно обновлять. Если вы заменяете игрока, они обновятся сами. Так вот. Это рекламная пауза закончилась. Да, рекламная пауза закончилась. Никаких контактов не указали, всего 9%. Мы почти делали чистых ботов, как могли. Ну, то есть непонятное дело есть email, потому что без этого они не могли бы зарегистрироваться. Но никаких больше способов с собой связаться они мне указали. Примерно каждый десятый решил, что его профиль ВКонтакте может видеть весь интернет и кто угодно, чтобы с ним связаться. Еще каждый десятый эту галочку при регистрации имел поставленный, но сам ВКонтакте заполнять не стал. Это весьма коварно, но вроде логично. Вот тут к тому, почему я рекомендую пользоваться этой фишкой и очень сама активно ей пользуюсь, когда мы мастерим. Потому что вообще-то доля людей, которые заполнили профиль в телефон, она большая. То есть 2 трети людей указали там свой телефон и профиль ВКонтакте. Может быть, не одновременно, но тем не менее. И с ними смогут связаться. Телеграмм в явном виде указан примерно у каждого пятого, но при том, что Телеграмм обычно зарегистрирован на твой актуальный телефон, я думаю, что для многих людей есть возможность его просто восстановить по номеру телефона, если вы его расскажете. И так, последние, финальные слайды. Я посвящаю дяде слайд всегда. Умираем ли мы наконец? Да! Нет. Это данные, когда игры. Они, как я уже рассказывала, совершенно не идеальные, но уже видно по сравнению с прошлым годом, что неотмененных проектов, которые запланированы на 24-й год, вообще-то изрядно много. Понятно, что какие-то из них мы потеряем в процессе, они отменятся, и итоговый 24-й где-то припадет, где-то немножечко приподнимется за счет маленьких игр, которые в марте еще не заявлены. Я, разумеется, задалась вопросом, а как так вышло? Потому что, ну, когда игра довольно сильно зависит от того, кто нам приносит данные, мы добавили раздел русские игры за рубежом, почему так много людей в 24-м году решили делать игры? В общем, это не русские игры за рубежом, это в основном обрадовался юг России, и, скорее всего, кто-то узнал, что можно публиковать игры на «Когда я игре», и им стало удобно. В этом году относительно прошлых лет у нас прям 12 игр уже заявлено, те, которые относятся к югу, это юг России. Вы знаете, как он выглядит? Краснодар. Это Краснодар, Крым, Ростов, наверное, первая часть. Ростов, да. Ростов, 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 Ростов. Наши коллеги из-за рубежа не очень активны. Я же постелу, не может, хотя бы, зарубежно на вас сделан трёх летитов? А девяти? В этом году девяти. Надим Песку печалил. Да, в том году девяти. Но если смотреть по предыдущему слайду, то мы видим, что за шесть лет количество игр упало в два раза. Я, кстати, сейчас вам это скажу. Я об этом скажу. «Года игра» это календарь, который полностью зависит от работы редакторов. Вот на этом графике с 2018 года по 2024 розовеньким цветом закрашены игры, которые добавляли пользователей и после этого редактор их модерировал и добавлял. И голубенькие это доля игр, которые редактор добавлял сам, потому что их нашёл. Редакторы просто боги, короче. Почти наверняка вот этот вот пик в 2018 году, на котором очень любили показывать перепроизводство игр, связанный с тем, что в 2018 году ни у меня, ни лайки, ещё детей нет. на самом деле вот ещё следующий слайд. Вот этот вот. Он очень сильно показывает, насколько вообще эта статистика не объективна. У меня положение, что на юге России стало игр в 4 раза больше в 2024 году, оно было как бы... Не на чём не основывается. Как это говоря. Это конъюнктура. Да, нет. Это кто-то взял такой, типа, о, давайте добавлять. Да, вот. А типа, как бы в каком-то другом месте кто такой, ну ладно, бог, и перестанем добавлять. И всё. И это идёт в разные стороны всегда. Давайте же выпьем за модулятор. Да. Тихонечко выпьем. Да, тихонечко выпьем. Итак, какие же наши планы на будущее? Наши планы такие, что Лев сделает то, что планировал сделать к этому году. Или нет? И мы наконец смаппим данные двух сервисов, которых мы держим и сможем соотносить игру на Джонни с игрой на «Когда игре». Тут мне сразу карта попрёт, потому что я буду знать, сколько дней осталось до, собственно, времени проведения игры. И смогу гораздо лучше сказать, как люди заявляются, собирают взносы и делают другие вещи. А на Джонни разве нет дат? Нет. Джонни — это только база заявок. Это наша председательная позиция. Всем спасибо. Джонни успокаивайся. Молодец. Спасибо. Молодец, сын. Закадыш, я как сильно тихо, помогаю. Готовы. Да, она всегда молодец. Я не могу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok